добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц в этом видео я вам расскажу про уникальный арт-объект нью-йорка он называется хайлайн парк мне посчастливилось с ним быть уже второй раз я была несколько лет назад тоже летом но экспозиция была немножко другая сейчас я хочу вам показать какое-то замечательное место как его озеленили вообще в этот необычный городской парк был открыт в 2009 году то есть не так давно он построен на высоте 10 метров над уровнем земли на месте бывшей жизнедорожной линии мы с вами видео увидим вот прямо железнодорожные пути на площади 160 гектаров сделали скамейки променады шезлонги столы это место для отдыха горожан как у нас любят говорить на самом деле там довольно много бывает посетителей просто вот сейчас их не очень много только-только закончился дождь я ждала когда он закончится и как только он закончился я тут же побежала снимать смотреть кстати видите какое дерево интересное кита пушистые у него такие уже отсветшие соцветия потрясающе смотрится очень интересно значит что можно еще сказать хайлайн в нижнем манхэттене он находится и это один из самых необычных про променадов скажем так он чуть больше двух километров но при этом занимает достаточно много времени по нему пройтись потому что рассматриваешь каждый кустик каждый закоулок все очень интересно сделано место очень-очень атмосферное а вокруг хайлайн парка не просто городские дороги вокруг и роскошные отели и старые небоскребы и элитные жилые комплексы в зданиях бывших фабрик на стенах графики в самом парке несколько арт-объектов есть таких но не очень больших слева от парка находится гудзон и видно гудзон на верфи гудзона это все тоже очень интересно наблюдать что еще рассказать про этот парк также как и большинстве своих ландшафтных природных объектов американцы используют те растения которые очень хорошо очень распространены в общем очень распространенные культуры это могут быть разного вида дикорастущие травы злаки это могут быть разные вот например акации вот здесь несколько видов акации достаточно ветреный день был но тем не менее видно три вида акации посажены рядом и такие среднего размера и совсем мелкие и побольше их интересно сравнить хочу обратить ваше внимание на то что вот этот природный стиль это стиль который распространился и стал популярным по всему миру очень хорошо его здесь можно наблюдать вот это кстати тоже не елочка это акация такая крохотная пушистая а это другой вид акации используется вплоть до тех растений которые у нас считаются сорняками посмотрите вот видите вот эти вот мелкие голубые я не помню как они называются но мы-то с ними боремся а на самом деле они очень эффектно может могут смотреться вот в таких вот естественных условиях не только злаки не только растения которые являются сами по себе декоративными но и разные растения которые распространены и растут сами по себе их тоже используют в городском озеленении вот это снято как раз место где формируются такие деревья композиции там туда проходить нельзя но как вы видите там туристы из азии для них никаких запретов не существует они там прям пикник устроили вот там кудзон да смотровая площадочка и видно гудзон что еще про этот парк рассказать очень-очень там атмосферно то есть вот наверху идешь рассматриваешь вот такие арт-объекты а город он как бы внизу и вот такие плотные поля растений они образуют такое интересное обрамление вот этих городских пангистралей совершенно совершенно особенный вид получается значит что еще можно сказать конечно вот эти вот рельсы их оставили специально специально чтобы показать что урбанистический дизайн тоже может быть может прекрасно сочетаться с дизайном природным опять же обратите внимание какие растения там присутствуют вот это те которые растут в лугах полях вот такие вот мелкие какие-то типа гвоздичек это тоже следующий арт-объект но мне не очень понятна эта инсталляция потому что ну скажем так уровень владения языком не позволяет сразу перевести все надписи вот но мне это все очень нравится мне нравятся вот эти вот гехеры или гехереллы которые тоже растут просто хаотичном порядке среди каких-то трав и тех же железнодорожных путей мне нравятся вот эти вот деревья и кусты которые частично сформированы а частично в природной форме такой какой они есть вот еще один арт-объект такие своеобразные часы скамейка для отдыха там видите кто-то лежит отдыхает и мы плавно подходим к окончанию этого парка и в конце этого парка вот сейчас в 2019 году построили еще один уникальный объект называется весель он представляет из себя смотровую площадку но очень и очень и очень необычную смотровую площадку вот здесь уже начинается зона высоких небоскребов вот видите но вообще это не окончание парк это на самом деле его вход просто я прошла вот этот высель вот он там виднеется уже видите мне достаточно трудно снимать потому что я снимаю на телефон вообще такие объекты конечно же нужно снимать там на хорошую камеру со специальными объективами чтобы это все ну просто вмещалась кадр на телефон я должна снимать еще и горизонтальном таком формате чтобы можно было выложить на youtube и вот видите горизонтальный формат он не дает возможности охватить сооружение в целом вот этот весель вот это вот у него такие лестницы по которым люди поднимаются выше и выше очень интересные виды открываются самое интересное это то что вот когда движешься вот камера этого не передаст полностью ощущение что он переливается каким-то медно-золотым таким цветом и больше всего этот арт-объект не напомнил какой-то невероятный космический корабль на самом деле приземлившись я туда не заходил потому что я не очень люблю по лестницам подниматься но я в полном восторге от этого всего вернее от этого объекта от хайлайн парка и пожалуйста напишите мне в комментариях свое мнение как вам вот это все интересно ли было посмотреть с вами была анжелика пока пока пока